Здравствуйте, товарищи! Если мне этим видео изложить самую суть, то получится вот так. Запомните главное. Излишний кальций в сосудах – это для бляшек, как арматура для бетона. То есть отложение кальция в сосудах есть одна из главных причин образования холестериновых бляшек. Кальций не должен в избыточном количестве гулять по кровеносным сосудам. Его место в костной ткани. Кальций плюс холестерин равно атеросклеротическая бляшка. Это нужно уяснить. А вот что позволяет кальцию гулять по сосудам? От чего это происходит? Из-за дефицита витамина К2. Как избежать образования бляшек? Коррекции питания, образа жизни и приемом витамина К2. Но только важно не синтетического, а натурального в липосомальной форме. Вот этого. Что это означает? Витамин буквально по молекулам помещается в фосфолипидную оболочку. Есть такая технология. И тогда таким образом не повреждается кислой средой желудка и ферментами желудка и кишечника. Легко всасывается в тонком кишечнике в кровь. С ее током поступает во все клетки организма и там легко усваивается на 100%. А фосфолипиды идут на построение клеточных мембран. Ссылку на этот витамин К2 в липосомальной форме я оставлю прямо под этим видео. А вот дефицита кальция, за что люди так переживают, практически никогда не бывает. Кальция всегда много поступает с разной едой в организм. Что бы вы ни ели. И по крайней мере, если вы хоть немного едите зелени и овощей. Да и потом, много кальция вообще не нужно. А вот проблем с кальцием, что люди в основном не понимают и очень многие врачи, к сожалению, в основном три. Первая проблема с кальцием. Да, он есть всегда в организме. Он просто не может в должной мере усвоиться и дойти до костной ткани. Оттуда и остеопороз. Из всех причин остеопороза примерно на 30-40% это. И эта проблема бывает только из-за дефицита витамина D3. Проводника кальция в костную систему. Потому принимаете липосомальную форму витамина D3. Он сейчас у всех людей в дефиците. Вторая проблема с кальцием. Это его вымывание из костной ткани. И это вторые 30-40% всех проблем остеопороза. Так как за его удержание в костях отвечает именно витамин К2. А он почти у всех в дефиците. Особенно у тех людей, у кого есть любые проблемы с кишечником и кто ест много сладкого. Ну и третья проблема с кальцием. В том, что потреблять в пищу надо хотя бы 60-70% из всего съедаемого объема пищи в день. Живую пищу, термически необработанную. Зелень. Чтобы из продуктов получить кальций именно в органической форме. То есть термообработка преобразует кальций в неорганическую форму. Ну как при кипячении воды, вы же все это видели. Кальций из растворенного в воде состояния преобразуется в иную, в нерастворенную и выпадает в осадок. Так вот вареной и жареной пищи происходит то же самое с кальцием, как и с другими, впрочем, минералами. А воду жесткую с карбонатом кальция пить категорически нельзя. Не убивайте свои почки и сосуды. Скоро я расскажу очень кратко самую суть про атеросклероз, бляшки и тромбы и подведу итоги. А пока скажу вам, какова правильная пропорция в приеме витамины D3 и К2. Между ними пропорция какая должна быть. Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем наконец-то людям стать здоровыми и активными. Итак, правильная пропорция такова. Витамины D3 принимать надо в день 10 000 международных единиц. И на это количество витамины К2 100 мкг. В липосомальных витаминах D3 и К2 очень легко это измерить рисками на встраиваемых в крышку пипетках. Под видео я оставлю вам ссылки и на D3 и на К2, там зайдете. В описании все подробно сказано. Ну а теперь про атеросклероз еще кое-что про бляшки и тромбы. Атеросклероз и бляшки это не одно и то же. Атеросклероз это хроническое воспаление внутренней стенки артерий. Да, атеросклероз и бляшки связаны между собой, но одно это причина, а другое следствие. Очень подробно про атеросклероз, бляшки, тромбы я объяснил вот в этом видео. Вы его потом обязательно посмотрите, ссылку на него я оставлю. А сейчас совсем кратко. Атеросклеротическая бляшка это смесь кальция, белка, холестерина, бактериальных пленок и тромбоцитов. При трении жестких бляшек о стенке сосудов, при токе крови идут эти колебания. Так вот, бляшки трутся о сосуды, образуются изъязвления. К этим местам устремляются тромбоциты, чтобы устранить эти микрокровотечения. Так и образуются тромбы, тромбозы. Что из этого надо уяснить? Все очень просто. Не было бы кальция в бляшках, не было бы и тромбов и тромбозов. Как убрать кальций из сосудов, а значит и из бляшек, значит избежать образования прочных острых бляшек, принимать липосомальный витамин К2. Помните, без свободного кальция в сосудах, образования прочных, трудно растворимых бляшек невозможно. А хорошо работающая лимфатическая система, это по сути канализация нашего организма. Так вот, лимфа, если в сосудах, в артериях нет кальцинированных бляшек, то лимфа легко растворяет эти бляшки и выводит из артерии, то есть из организма. Активная жидкость для хорошей текучести крови, это вода и только вода, помните это. А лучший растворитель, это водородная вода, то есть вода, которая избыточно насыщена молекулярным водородом. Я оставлю вам ссылку на очень важное видео по воде, посмотрите его непременно. А также оставлю ссылку на раздел с приборами, которые делают, создают такую вот нужную для клеток воду. Подведу итоги. Итак, что нужно для здоровья и чистоты сосудов? Принимать витамины D3 и К2 в липосомальной форме всем обязательно. Восстановить и держать здоровую кишечную микрофлору для правильного и хорошего усвоения питательных веществ. Принимать пробиотики и пребиотики, например, квашеную капусту и другие ферментированные овощи. А у кого проблемы с пищеварением, газы, вздутие, принимать симбиотические пропионовые бактерии Evita. И, конечно, на ночь гель-сорбент с хитозаном, вот этот. Убрать из питания все сладкое на вкус и молочные продукты, кроме сливочного масла. Никакой еды на ночь. Не пить жесткую воду, а только мягкую и в идеале водородную воду с отрицательным ОВП. Есть зелень, салаты, микрозелень. Необходима высокая физическая активность для хорошей работы лимфатической системы. Помните, лимфа течет и выполняет свою работу, если ее качают наши мышцы. Ведь у лимфы, хотя она в два раза больше по объему кровеносной системы, нет своего сердца насоса, как у кровеносной системы. И потому вместо сердца работу лимфы осуществляют все наши мышцы, всего тела. Поэтому упражнения, гимнастика, тренировка всех групп мышц жизненно нам необходимы для хорошей работы лимфы, то есть очищения организма естественного. Переоценить эту значимость, необходимость невозможно. Итак, все то, о чем я говорил, я оставлю вам по ссылкам под этим видео. Вот как надо переходить под видео. Смотрите, прям под видео в ютубе. Нажимаете слово еще и открываются ссылки. Первое сверху письмо, закрепленное так называемое скрепкой письмо. Это как раз мои ссылки. Можете спокойно посмотреть там. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok